Буразил Атутурер, премьер-навиатс Вассалу Питоц, дорогой Филипп, уважаемые гости, дорогие друзья, я очень рад и для меня большая честь сегодня вручить это высокое звание народного артиста Молдовы Филиппу Киркору. Я уверен, что когда 30 лет назад Филипп начинал свою деятельность здесь, на этой земле, он даже и не думал о том, что в 2018 году ему будет присуждено это высокое звание. Дорогой Филипп, дорогие друзья, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы делаете для нашей страны, для моей страны, для Молдовы. Вы помогаете нашим молодым талантам, вы продвигаете имидж Республики Молдова, вы отдаете дань тем, которые тоже заметили несколько десятков лет назад в вас талант. Уважаемый господин Киркоров, за это вам большое-большое спасибо. И для меня большая честь, что это звание вручаю вам именно я. Не другие президенты до меня, а для меня честь, что мне удалось вручить это звание, которое вы достойны давно. Поэтому сегодня, вместе с вашими друзьями, вместе с моими советниками, вместе со всем народом Молдовы, мы хотим вас поздравить, поблагодарить. И чтобы вы знали, что с сегодняшнего дня вы где-то в душе являетесь частью этой страны. Вы молдаванин уже. Не только болгар, не только россиянин, не только украинец, вы народные артисты Украины, но вы молдаванин. И мы вместе с вами, с вашей командой, имеем ответственность, чтобы дальше продвигать наших ребят, чтобы продвигать имидж страны, имидж Молдовы. Везде это возможно. Вам спасибо большое. Спасибо, что приехали сегодня к нам в Молдову. Указан президент Республики Молдова в знак высокого признания особых заслуг в развитии и пропаганде музыкального искусства, за вклад в укрепление молдо-российских культурных связей и успехи в творческой деятельности господину Филиппу Киркорову, исполнителю астрадной музыки, композитору и продюсеру Российской Федерации присвоено почетное звание артист Апопоруэй. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый господин президент Игорь Николаевич, Вы даже себе не представляете, какая для меня радость и честь из Ваших рук получить это высокое звание народной любви, признательности и Вашего уважения, и в Вашем лице уважения и любовь ко мне, а в моем лице и к моей стране. Которая, по счастливой совпадению такому, уже послезавтра будет отмечать Большой государственный праздник, День России. Может, это символично происходит сегодня, вот это награждение. Я принимаю эту награду с гордостью именно в канун этого праздника, потому что родился я совершенно в другой стране. Вы говорите, что я могу себя почувствовать молдаванином. Я себя почувствовал молдаванином, когда родился 30 лет назад в стране, в которой Молдова, Молдавия была уже в составе нашего государства. И я уже родился молдаванином в том числе, так же, как и украинцам, и белорусам, и многими другими национальностями. Исторически служилось, что мы теперь разделены границами, часовыми, может быть, поясами иногда, какими-то проблемами, недопониманиями. Но я дитя СССР. Поэтому для меня, да, и вы тоже, Игорь Николаевич, поэтому для меня звание народный артист Молдовы так же дорого, как и звание народный артист России, народный артист Украины. Потому что это все едино во мне и неразделимо. А пока мы едины, мы непобедимы. Для меня большая честь была в этом году на главном музыкальном конкурсе в мире, я даже считаю, по многочисленности, по книге рекордов Гиннесса. Это самый популярный музыкальный конкурс в мире, конкурс Евровидения. Это наши музыкальные олимпийские игры. За эти 20 с лишним лет я стоял под флагом России, представляя российских участников и помогая, будучи композитором и продюсером. Стоял под флагом Белоруссии, стоял под флагом Украины. И в этом году с большой честью, гордостью, достоинством я стоял под флагом Молдовы, представляя вашу музыкальную страну с потрясающим коллективом, который действительно стал событием на большом музыкальном конкурсе в нашей стране «Новая волна», организованной игре очень крутым, в сентябре прошлого года. Тогда и состоялась моя дружба и знакомство с коллективом «Доредос», которые сегодня стали частью моей музыкальной семьи, которая сегодня присутствует здесь, на этом зале. Это мой коллектив, который приехал меня сюда сегодня поддержать и принять участие в большом, красивом празднике, о котором уже знают все в России, иногда музыкальный премий «Муз-ТВ», где на всю страну, на многомиллионную аудиторию я сообщил… Понимаете, у меня до сих пор сигнал на телефоне именно той песни, которая представляла Молдову на телевизоре. Я искренне это делаю. Мог бы уже… Конкурс прошел, можно бы поставить другой телефон, свою песню в цвете настроения синим. Но нет, я не могу отделаться от этой мелодии, я не могу отделаться от этого ощущения семьи, музыкальной семьи с Дородосом, с вами, с Молдовой. Так же, как никогда не забуду свои первые гастроли, многомесячные гастроли по всей Молдове, с человеком, который первый поверил в меня в далеком 87-м году, Петри Тайдорович. Его, к сожалению, нет уже в живых, но эту награду я в первую очередь ассоциирую именно с ним, потому что именно с Молдовы все у меня началось. И на протяжении этих 30 с лишним лет моего творчества неизменно происходило разделение этого творчества с Молдовы, потому что все свои премьеры я всегда обязательно показывал здесь. И мне очень хочется, чтобы и новое шоу, которое я создал в канун своего 50-летнего юбилея, увидели обязательно в Молдове. Но это может быть завтра, послезавтра, через год или через месяц. Но анонсом, генеральной репетиции этого большого шоу я хотел бы сегодня презентовать в вашем городе, в маленьком селе Садово, в день клубники, о которой уже знают все в России, и что еду к вам. Сегодня на той аудитории, на тех зрителей, которые придут собирать эту клубнику, вечером вместе с другими вашими артистами вашей страны, своими любимыми Доредос, выйти на сцену и спеть вместе с своим коллективом, которые приехали специально сюда, подарить, подарить, я подчеркиваю, тысячу раз подарить, потому что что-то в нашей жизни есть важнее денег и финансовых отношений, взаимовыгодных отношений, есть дружба. Я считаю, что дружба эта с Молдовой и любовь, это еще важнее, началась 30 с лишним лет назад. А знакомство с вами, Игорь Николаевич, сделало меня просто, ощущение подарило, что я дома. Я даже сегодня в Инстаграме у себя написал, что я дома. Я приехал домой, как 30 лет назад, с тем же самым волнением, ощущением, потому что это были мои первые гастроли. Я летел из дома, первый раз вырвавшись на свободу, будучи абсолютно домашним ребенком. У меня тогда и 20 не было. Первый раз ощущение, что я поехал куда-то, где меня не знают, но меня ждут. Изменилось только одно, меня уже здесь знают, но также ждут. Вы, зрители, любят, я надеюсь. И сегодняшнее мое выступление, оно будет особенным, потому что эта награда для меня очень много значит. И я еще раз хочу вам пообещать, что буду делать и впредь все возможное в своих силах, возможностях, чтобы молдавская культура, молдавская музыка была известна в Европе, в России, ее любили. На данный момент, да, Редос, после долгого периода, даже в 20-летнем периоде, стали первым коллективом после Иона Саручана, который полюбили в России. И, ну, мы не считаем Софию Михайловну Ротару, которая и молдаванка, и украинка, и, может быть, именно такие артисты, как она, как я, которые считают в себе разные национальности и музыкальные культуры, дают возможность объединяться нашим странам, а не разъединяться. И это моя главная миссия. И эта награда должна только сблизить наши страны, подчеркиваю еще раз, в канун нашего государственного праздника и в день замечательного солнечного, летнего, клубничного праздника с таким настроением, с такой погодой и в такой компании. Спасибо вам за это доверие. Спасибо Молдове за эту высокую честь носить это высокое звание, которое я действительно буду очень дорожить и вспоминать, и долго этот день. И действительно, вы правы. Я даже и представить себе не мог 30 лет назад, приезжая первый раз, что спустя 30 лет президент красивой, солнечной, музыкальной страны мне вручит это очень высокое звание. Это дорогого стоит, особенно в наше неспокойное время. Спасибо вам большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Есть? Спасибо. 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 Продолжение следует...